Александр Моисеевич, Вы помните 9 мая 45-го года? Ну, конечно. Это был, наверное, самый яркий и замечательный праздник вообще в моей жизни. Тогда казалось, что эта война последняя. Тогда все наивно думали, что после этих страданий уже ничего такого не будет, будет сплошное счастье, и ничего подобного в мире не произойдёт. Это было очень наивно. А вот если вспомнить какой-то звуковой образ тех лет, или вот самого Дня Победы, что звучало? Вы знаете, если вспоминать звуковой ряд, то это был голос Юрия Левитана. Юрия Левитана, который был металлическим, он был голосом государства. Государства, одержавшего победу над фашизмом. И тогда мы были уверены, что фашизм раздавлен на планете раз и навсегда. И до тех пор, когда я слушаю какие-то сводки, что-то тех лет, я слышу этот грозный, металлический, великий голос Юрия Левитана. А если вспомнить песни какие-то, что прежде всего приходит вам на ум? Песня, которая была для меня самой важной в годы войны, это песня «Тёмная ночь» в исполнении Бернесса. Во-первых, потому что дело происходило в моём родном Ленинграде, как бы по фильму. А во-вторых, потому что это, наверное, единственная песня из грозных песен войны, от которой можно начать интонацию авторской песни. Я до сих пор люблю эту песню и считаю из военных песен самой своей любимой. Вы споёте его сегодня? Её, если сыграю, то, конечно, спою.